Здравствуйте, друзья! Это программа «Лучший город Земли». Сто с лишним лет тому назад главным средством передвижения в нашем славном городе-у-море были извозчики. Вот о них и поговорим сегодня в нашей программе. Если говорить о самом привычном и главном виде транспорта в Старом Владивостоке, то, вне всякого сомнения, это извозчики. В начало 20-х годов в нашем городе было зарегистрировано около 370 пассажирских экипажей и свыше тысячи ломовых извозчиков, ну или грузовых телег. Точно так же, как и автомобили, ломовые и легковые извозчики имели специальные номера, прикрепленные на телегу или коляску. Номер можно было получить в городской управе, внеся за него денежную плату. У извозчиков были свои специальные стоянки, правила перевозки и, разумеется, такса. В различных районах города стояли столбы с небольшими табличками, стоянкой извозчиков. В городских театрах, в иллюзионах и на вокзалах можно было найти афиши с указанием правил перевозки по городу и стоимости. Вообще весь город был разделен на четыре пояса. И иногда для того, чтобы добраться из одного конца города в другой, требовались пересадки. За подъем в гору требовали доплату. Например, для того, чтобы добраться от улицы Светланской до Нагорной, ныне это улица Суханова, нужно было доплатить к основной такси целый рубль. А на улицу Ботаническую, ныне это все в Владосибирцево, на извозчике и вовсе было не доехать. В правилах было прописано, подъем на Ботаническую воспрещается. Или вот еще есть правил. После захода солнца и до утра в район минного городка, за пределы Первой речки и в рабочую слободку, ездание обязательно. Кстати, двойная такса владивостокскими извозчиками применялась в ночное время, с полуночи и до шести утра, а также в день Нового года, Святой Пасхи и Рождества. И вот что еще интересно, в случае подвоза Пьяного, по его вытрезвлению, извозчику также уплачивалась двойная такса. В 1919 году от Луговой до Ипподрома, который располагался в районе речки Объяснения, можно было доехать за 5 рублей. А для того, чтобы с ветерком прокатиться на извозчике от Полтавской улицы, ныне Талазо, в Голубинную Пать, нужно было уплатить целых 15 рублей. Но, несмотря на все правила, с лихачами и извозчиками было немало проблем. И в Владивостоке не было такой газеты, которая бы не писала об этом. Но вот, к примеру, газета «Восточная жизнь», год 1913. Эти господа владивостокские извозчики – возмутительнейший народ. Ездят по городу с такой быстротой, что несчастным пешеходам хоть и не переходи улицы. Во время грязи они непременно стараются проехать по луже особенно быстро и обдать грязью по тротуару почтенную публику. На перекрестках, где сходятся разного названия улицы, нужно быть особенно осторожными, ибо непременно на вас наскочит мчащийся вовсю рысь извозчик. Примером тому было немало случаев, о чем мы своевременно отметили в нашей газете. Думая о восьблюстителе порядка, наша полиция обратит на это должное внимание. Но ничуть не бывало. А на сегодня это все. До встречи в эфире в программе «Лучший город Земли». «Лучший город Земли»